Утро среды. Главный словей татарского вокального искусства Ильгам Шакиров отметил свое 80-летие в окружении коллег и почитателей. Юбилей прошел в театре имени Камала после подобной встречи в филармонии, который певец отдал свои лучшие годы. На торжестве вспоминали главные вехи жизни мэтра и слушали его аудиозаписи. Как отметил один из гостей вечера, такие люди рождаются раз в сто лет. Подробности в материале Дмитрия Пивоварова. Юбилей дело хлопотное и волнительное, но не зря говорят, что нам песня строить и жизнь помогает. И придают силы. Впереди грандиозный концерт в честь Ильгам Шакирова в Москве с участием мэтра, куда отправятся и герои Казанского юбилейного вечера. О своем наставнике по искусству говорят с нескрываемым волнением. Я полностью знаю весь его репертуар. Я им восхищаюсь. Такой человек рождается раз в сто лет. Таких людей я не видал. С рождения мы начали слушать, росли на его песнях, на песнях Альфия Адзаловича, Ильям Амабу. Их двое было, мы все преклонялись перед ними, ждали. Раньше же таких пластинок, этих немного было. Обладатель народного титула «Национальное достояние» смотрел действия из зрительного зала в окружении Рима Ратниковой и Айрата Себогатулина. И похоже, что даже здесь оживает мощная энергетика его голоса. А на сцене работали те, кого также можно назвать настоящими певцами и певицами. Не фанерные и не манерные, а искренние в своем творческом посыле. Это маяк, на которого мы прям на него смотрим, на него пытаемся равняться местами, временами, да. Но это у нас легенда, это уж одним словом не скажешь. Мы видим, три поколения вместе с ним уступают. И молодежь, и будущее наше. Мне кажется, на одной сцене быть молодежью, это очень полезно для их развития. Есть куда стремиться, есть эталон. Несмотря на то, что Ильгам Шакиров обращался со сцены, еще в 2010 году она по-прежнему придает силы и уверенность в будущем. Мы уже знаем немало случаев, когда, официально говоря об уходе со сцены, вскоре возвращаются туда вновь. Я очень доволен тем, что вот с ним работал, его деревню видел, и пение птиц послужил. У них вот в деревне, да, такой густой, хороший лес, как Тукаевский, если вот это Тукай говорит, она шилер-ляр, как я шилер-ляр. Дмитрий Пивоваров, Алсу Касимов, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир». Дмитрий Пивоваров, Алсу Касимов, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».